на ремонте вот такой моющий пылесос полки полки экоспира но сейчас покажу модель вот так вот не экоспира лека спира 705 суть поломки работает но при включении начал сильно гудеть включаю больше похож на подшипник именно двигателя электродвигателя поэтому будем полностью разбирать разбирается я так понял что сложно потому что пытались уже в двух сервисах ремонтировать не разобрались сказали не могут разобрать что не могут разобрать корпус электродвигатель неизвестно поэтому но для того чтобы добраться и снять электродвигатель нужно разобрать но вообще полностью поэтому будем потихонечку все разбирать все снимать для этого снимаем фильтровую часть снимаем здесь значит так получилось что смотрю некоторые винты вот вот этот например вот этот уже откручены вот этот его нет но тут много чего снимать все винты которые видите здесь и с нижней части тоже все нужно снимать и будем полностью разбирать весь корпус для начала снимем снизу там легче всего откручивается тут просто откручиваем винты и снимаем вот эту часть крышку нижнюю ну и конечно же нужно снять крышку заливного бака когда нажимаете на крышку можно открутить единственный момент почему то так вот я сейчас могу открутить могу закрутить могу открутить перед этим я сейчас вот включал для того чтобы вам показывать перед этим но реально не мог открутить она просто проворачивалась скользила и не зацеплялась почему сейчас она решила зацепляться честно могу сказать до этого два дня несколько несколько подходов у меня было я понимаю что до того чтобы крышку снять нужно корпусную нужно вот это открутить и два дня открутить не мог не знаю по какой причине но это в любом случае нужно открутить здесь закрученные винты и под крест и вот такие торксы что делать если нет у вас такой отвертки торкс с пиптиком звездочка ну вот обыкновенная плоская подбирайте по размеру она вот сюда вбок входит и нужно подобрать только такая которая зайдет зацепиться и будет откручивать ну вот таким образом зашла здесь вот торкс зашла зацепилась и открутил бывает сложнее бывает легче но это возможно так я нижнюю крышку открутил теперь сейчас колесики нужно в такое состояние поставить чтобы они прошли через дыры и вынимаем пробуем вытащить крышка открутилась она хотя смотрите в общем то не проходили сюда колесики но она как-то все равно вышла как то она если ее сначала вот здесь свободно выходит потом как-то немножко вверх вот сюда и она выходит колесики остались зачем мы открутили ну во-первых мы видим что здесь особенно нечего откручивать но все-таки есть смотрите вот здесь в глубине а что вам далеко-далеко есть корпусная корпусной винт который держит вот эту половинку верхнюю вот здесь есть один винт который держит вот это не могу сказать точно держит или нет но вот эти точно вернут и вот еще вот здесь вот здесь один винт он тоже держит корпусную деталь поэтому будьте внимательны не все так просто и так все казалось просто значит откручиваем вот эти которые винты которые я показал вот этот один тоже откручиваем и вот эти два красных и все корпусная верхняя часть откручивается единственное что нужно разъем вот этот разъем отсоединить чтобы можно было безболезненно что сделать чтобы вот этот разъем не натягивался здесь есть такая такая шляпка ее нужно ногтиком потянуть и она вот из зацепления выходит вот так вот смотрите вот вытянуть она тогда из зацепления вся плата выходит и теперь она не будет тянуть и вы сможете приоткрывать и у вас остается доступ доступ к электродвигателю электродвигатель вот здесь и к нему есть у вас сейчас в данный момент нормальный доступ значит я на полу у себя увидел на полу когда откручивал увидел лишний вот такой винт мне кажется что это винт вот отсюда не закрученный то ли открутился то ли его забыли закрутить то ли там может быть резьба слизана но я думаю что это вот отсюда наверно с той стороны гайки но в любом случае он открученный валялся на полу ну что же для того чтобы открутить у нас есть вот эту часть кожух и добраться до электродвигателя у нас есть торксы вот винты звездочки и нужно вот эту всю часть в том числе вот этот винт и в том числе вот здесь винт откручиваем и вот этот кожух верхний защитный тоже снимаем так ну я открутил эти все эти винты теперь корпус снимается на шланг держится чтоб он не мешал переворачиваем все у нас есть доступ к электродвигателю электродвигатель вот так вот просто вынимается значит не забываем вот эту прокладку смотрим что весь он забит ну собственно одна из причин вот вот такая это конечно не вот для двигателя в него как-то она попадала должно было проходить и через воду и через фильтр но представьте волосы как могли пройти через фильтр вот такой вот такой все делалось как-то не по технологии работы поэтому думаю что в этом часть проблема есть есть не проблема с самим самими подшипниками это сейчас будем разбираться но в любом случае вот для того чтобы электродвигатель туда вылез вытащить его нужно вот снять вот эти два провода значит смотрим для того чтобы снять он туда далеко заходит смотрите как можно сделать вот вы тянете он там глубоко и нужно нажать вот и но нибудь а не вытаскивается вот над вот на вот эту штучку нужно нажать вот такой пупик есть язычок видите фиксатор и на него нажимать он сразу чик и вы чтобы не перепутать не хотите перепутать местами посмотрите второй можно разъединить вот здесь здесь такая же разъединение и теперь вы один без провода а второй будет у вас с провода и теперь переворачиваем и вот вы электродвигатель вместе со всеми делами можете у вас оказывается в руках ну все теперь делаем с ним все что хочет а вот что хоть чем мы еще не знаем сейчас будем разбираться так мы теперь переходим на стол для того чтобы разобраться с подшипником для того чтобы почистить помыть крыльчатку в данном случае уже пыль прошла влага облипание на крыльчатке мусора очень много из-за этого может быть плохой звук ну и попробовал подшипник здесь тоже не очень во всяком случае есть даже осевое посмотреть то ли проблема с резиновой или пластиковым корпусом то ли с подшипником нужно выяснить но для этого нужно снять эту крышку тут очень просто берем нож и вот в зазор между пластиком и алюминиевым корпусом вставляем и потихонечку по кругу его отодвигаем на выход собственно вот сначала ножом потом чем-то более широким отверткой какой-то сначала небольшой потом более серьезной ну и потихонечку уводим снимаем до полного снятия шаг за шагом но только не сразу а именно по кругу ведем для того чтобы не перекрашивалась и тогда он будет сниматься ну вот уже два миллиметра я поднял и так поднимаем поднимаем пока полностью не вытащим ну вот я потихонечку подковыривал и уже полностью уже почти снял теперь уже можно сюда ну вот что теперь делаем теперь еще ключ скорее всего на 13 откручиваем и после того как открутим тут есть винты торк с этим тоже можем открутить и вытащить электродвигатель наверное так но сначала откручиваем крыльчатку и отправляем в воду мыться остальное проверяем подшипники на работоспособность и так обратите внимание на то что резьба левая поэтому чтобы открутить нужно в эту сторону откручивать если в правильную сторону откручивать то не очень сильно закручена я пытался сначала в обыкновенную было сложно ну собственно все просто держите руками и я даже вот у меня головка с собой даже воротка не было я взял и открутил не захотел идти за инструментом ну собственно вот такая ситуация откручиваем не теряем детали для этого все складываем как есть вот тут гайка и шайба поэтому может быть вот так вот обратную сторону и теперь у нас есть винты откручиваем добираемся собственно до электродвигателя суть ремонта была в этом ну а пока бросаем в воду для расписания здесь мусор прилип к крыльчатке и он мог делать дисбаланс и из-за этого если вышел из строя по цели а у фирменной вещи то именно из-за этого дисбаланс начал влиять на подшипники и поразбивал то есть собственно проблема была один винт сломался будет теперь держаться на 3 смотрим в каком состоянии там я вытащил подшипник и у меня там образовалась там есть резинка и металлическая пружина для того чтобы не было проблем нужно снять щетки чтобы не было проблем потом ставить снять то я снял откручиваем сначала щетка и она вот на разъеме вытаскивается вверх вот так вот поднимается вверх с разъема вытаскивается поэтому будьте внимательно пружина и еще тут где-то была шайбочка и резинка резинка сюда потом пружина и она придавливала уже на сам подшипник щетки в нормальном состоянии и их много в общем то с этой частью все теперь будем разбираться с подшипниками ну подшипник в неплохом состоянии но суховат с этой стороны в каком состоянии он с этой стороны сейчас мы проверим это нужно как-то это все-таки шайба которая поднимается ее нужно поднять и тогда мы доберемся до подшипника как-то не очень хорошо поднимается почему-то она здесь плотно может быть немножко пшикнем водочкой и отверткой потихонечку поднимаем идет туго но идет запоминаем местами потому что сначала смотрите это здесь с этой стороны а это с внутренней стороны эта шайба тонкая шайба с внутренней стороны но она тонкая только по наружной части там у нее внутри я вижу расширение есть поэтому вы не перепутаете местами в любом случае но она идет поэтому вытаскиваем и так я вытащил эту шайбочку потом вытаскивается корпус в который вставляется подшипник но и подшипника нет здесь уже и не крутится собственно это может быть проблемой какой возможно он уже здесь не вставляется нормально проблема теперь только в том чтобы но он уже и так терепается и внутри там нет подшипника будет ли заходить плотно сюда подшипник или его нужно будет ставить на эпоксидную смолу это мы уже посмотрим но сначала есть проблема в том чтобы снять сам подшипник как бы это вам объяснить очень близко подходит вот этот корпус и захватов от съемника захваты туда не пройдут поэтому нужно как-то придумывать как стянуть этот подшипник с ротора но это уже другая задача сейчас стоит задача снять проблема выяснена скорее всего дисбаланс из-за дисбаланса нагрелся но в любом случае будем менять два подшипника раз уж мы разобрали его поставим два японских качества хотя бы скф и будет счастье а сейчас приступаем к тому как снять и заказываем подшипники подшипник я таки снял снять было непросто почему потому что он посажен и захватить не как я делал перчатку для того чтобы было легче взял вот чтобы удар не сильно отдавал в руку и алюминиевым молотком просто на весу вот так стукал и он это заняло где-то полчаса немножко выходил я потом его назад садил просто в тиски и застукивал и так потом пшикал сюда выдвижкой и несколько раз туда сюда туда сюда и в конечном итоге он выскочил вот это все теперь с этим проблем нет тут сепаратор не сепаратор по крышка от нагрева прямо плавилась от нагрева подшипника приплавилась к пластику все теперь заказываем подшипник и 2 раз уж меняем то меняем оба конечно же ставим хорошие подшипники значит по моделям один резиновый значит этот называется сингапур почему-то нмб фирма 608d не знаю сфотокассируется или нет нмб 608 этот ну получается 608 подшипник один на передней стоит с резиновой защитой задний с металлической но показывать наверное все таки покажу проблемы с тем чтобы снять этот подшипник никакой зажимаем в любой соответствующий съемник по размеру я имею ввиду соответствующий какой у вас есть у меня вот такой небольшой со снятием этого подшипника не должно быть проблем раз и все и он уже немножко пошел тут нету центров поэтому немножко соскальзывает ну все и вот он снялся с этим проблем нету единственное что надо не забыть какой куда для этого я натяну его назад вот так а это поставлю назад сюда чтоб не забыть что он отсюда ну собственно здесь уже будет и стоять теперь натяну только подшипник и ставлю назад все нужно ли показывать как я все собираю но можете остановиться уже здесь и в обратной последовательности все собирать думаю что проблем с этим не возникнут те кто дошел до этой стадии назад уже смогут собрать единственный момент это вот здесь немножко свободного то то есть вот подшипник здесь из-за температуры этот пластик подгорел и он уже не плотно стоит поэтому здесь нужно будет его как-то укреплять и садить на эпоксин клей такого болтания в принципе нет но с этой стороны с другой стороны тоже проверю но там не было здесь не было температуры поэтому и подшипник нормальный крутится поэтому проблем по идее не должно быть но скорее всего буду садить на герметик на эпоксидный наверное вот такого плана для того чтобы закрепить иначе он будет здесь проскакивать но и вот биение нужно здесь убрать делает люди делают по разному фольгу проставляют допустим медную или алюминиевую или вот можно посадить на эпоксидный клей как это сделаю я еще подумаю ну собственно все единственное что это вот как то надо так поставить чтобы не забыть как это все было на место вот так может быть я даже так соберу потому что время это займет и к тому времени я могу забыть как все изначально настояло ну а на этом наверное все увидимся уже при сборке ну что же я получил подшипники подшипники буду менять оба хотя этот выглядит в принципе прилично и совсем нормально выглядит но раз мы уже разобрали тем более что буду ставить хорошие подшипники здесь один тайвань один малайзия или сингапур буду ставить скф значит задний будет скф а передний будет фах отличная подшипник 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 не плотно здесь плотный материал и и сюда и и тут и сюда и сюда и сюда входит не плотно но задний подшипник плотное не должен заходить там ставится специальная подпружинящая прокладка которая выбирает тепло тепловые расширения но и она скользящая сюда вперед здесь нет никаких прокладок как мне кажется что все-таки здесь должен более плотно стоять поэтому я сюда поставлю на герметик обыкновенный силиконовый необыкновенный конечно высоко температурный почему не на эпоксидку ну во первых потому что при нагревании этот будет выдерживать эпоксидка при нагревании размягчается здесь плюс 300 градусов ну и вообще резиновый будет он во первых приклеится во вторых он будет смягчать удары поэтому ну и не разбита на самом деле потому что если посмотреть здесь задний подшипник он тоже в принципе таким же образом свободно за зазора как такого нет но свободно ходит поэтому значит так предусмотрено заводом производителем и это их почему-то не пухают нет и нет что еще необходимо сделать проверить сам раз мы уже разобрали сам ротор или якорь почему якорь на электродвигателях постоянного тока якорь называется на переменного ротора значит как мы это делаем ставим на прозвонку не на прозвонку на сопротивление минимально вот у меня 200 он и проверяем каждую рядом стоящую ламет и они приблизительно все должны рядом стоящие звонится плюс-минус одинаково но здесь около 0,8 ом они все звонятся я проверил по кругу все зависит от того как хорошо вы прижмете 0,8 здесь там 0,7 плюс-минус по кругу я проверил все нормально почему я проверил потому что сейчас ремонтирую перфоратор и проверил здесь одна часть 3 ламели вообще не звонятся и поэтому он работает кстати но сильно искрит сильно искрят щетки здесь я не знаю искрят или не искрят но я проверил все с ними нормально значит подшипник насаживаем и ставим на место насаживаем просто но том смысле что сейчас поставлю на тиски и аккуратненько алюминиевым молотком позабиваю ну собственно и в обратной последовательности собираем таким образом приступаем к сборке в обратной последовательности собственно это не уже не так интересно потому что это весь ремонт кто разобрал тот сможет и собрать некоторые моменты я буду показывать причина все таки была в том что я так думаю попал мусор много вместе с влагой скорее всего пылесос моющий из-за дисбаланса поналипала в середине из-за дисбаланса увеличилась нагрузка на подшипник он нагрелся и вышел из строя я хорошо промыл выковыривал мусор с каждой лопасти крючком тряпочкой теплой водой все хорошо и теперь дисбаланса не будет а значит работать будет хорошо поэтому повторяйте но сейчас насаживаю подшипники и собираю ну что же как я и сказал следующий этап это мы насаживаем на место подшипники просто просто забиваем причем забиваем обязательно или алюминиевым молотком или можно и обыкновенным но через какую-то алюминиевую или медную пластинку через деревянную деревянную деревянная негодица почему от нее осколки отлетают и забиваем смотрим простите уронился ну в общем продолжаем забивать пока не посадим на посадочные места это до конца и этот смазывать ничего не будем в подшипнике японском все и так на месте ну и следующим этапом я хочу посадить собираем на место единственное что я уже говорил здесь стоят пружинки пружинка и резинка на заднем подшипнике здесь вот таким образом вот так пружинка и резинка но изначально она во первых выбирает вот этот осевой зазор и она там не стоит на резинке но если посмотреть то и вставить то уже есть биение именно радиальное вот такое уже гнездо не очень хорошо держит поэтому я буду ставить на герметик не на эпоксидку во первых потому что это хороший герметик во вторых он высокотемпературный для даже при повышении температуры он не расплавится как это произойдет с эпоксидкой ну и будет он смягчать удары потому что он резиновый хотя туда нужно его положить немного но однако я положу и сюда и вот сюда тоже здесь в принципе биения нет но однако чтобы плотнее сидела и но все-таки он не плотно сюда входит а так легко так скажем со свитом и мне это не нравится я тоже посажу герметик хотя его здесь не был ну и просто очень очень тонким слоем причем я обезжирил эти части обыкновенным растворителем там 647 но подшипники обезжиривать не буду не нужно чтобы она к нему приклеивалась просто будет сидеть как в резиновой втулке муфти такое используется туда конечно неудобно я был так нежно пальцем намазал но придется чем-то как-то туда размазывать каким-то образом отверточкой какой-то или каким-то шпательком поэтому неудобно но придется ну не забывайте что туда нужно поставить вот металлическая скоба будет здесь сначала металл а потом резиновая но это уже потом сначала нужно намазать и собираем обратной последовательности в принципе проблем возникнуть не нужно же я туда нанес по периметру просто взял на палочку нанес и размазал ну и нанес на подшипник потому что боюсь что зазор не выберется резиночку и вперед туда вставляю значит с этим вопросов нет и теперь то же самое проделаю с уже ну вот просто нанес и так по кругу мало еще немножко возьмем херметика и по кругу разнесем собственно все вставляю закручиваю и оставляю закручиваю здесь есть через некоторое место вот такой фиксатор два расположенных фиксатора нужно попасть иначе он не ставится в общем так скажем только фиксатор все стало все крутится осталось только закручиваем и оставляем застывать герметик и продолжим завтра когда герметик застынет но обратите внимание полностью вымыл значит непростая задача много мусора и пыли туда попало и вместе с волос но с различными нитями прилипло к внутренней части поэтому мне пришлось во первых отверточкой вычищать с этой стороны проталкивать отверточкой вычищать с этой стороны и потом я тряпочку с этой стороны засовывал а с этой стороны крючком вытаскиваю насквозь и получилось полностью как новая крыльчатка теперь у нее дисбаланса не будет но прикручивать ее нужно крепко потому что она ни на чем не держится никаких фигурных вытачек просто за счет гайки и соединения между двумя шайбами поэтому закручивание должно быть проверьте должно быть очень хорошее собственно все теперь я закручиваю здесь винтами в обратной последовательности повторяйте как видите ничего сложного в этом нет самостоятельный ремонт возможен и даже предпочтительным я объясню почему вы можете купить и поставить настоящие японские подшипники какие вам подсунут и поставят вы не знаете а вы уж точно можете проверить у проверенного дистрибьютора который торгует именно японскими запчасти подшипник закручиваем плотно я снова открутил для того чтобы проверил не очень хорошо закручивалась гайка пришлось открутить ее разработать и сейчас еще все не высохло хочу сразу закрутить чтобы она уже вместе с гайкой плотно сидела и не зря это сделал потому что когда забил видно немножко все таки зацепил резьбу и если если бы она высохла силикон то пришлось бы срывать кстати мне так и осталось не нужно сходить в гараж за ключом закручиваю так просто закручиваю и все я ожидаю какое-то время ожидаю и так хочу продолжить как я затянул все-таки когда начинаю затягивать вот такой держа рукой и прокручивается сам рот поэтому я взял вот такой инструмент замотал изолентой чтобы не повредить коллектор и вот здесь он имеет такой возможность перехватиться через вот эти через этот корпус и вот так прихватил за коллектор и теперь могу немножко более сильно немножко в другую сторону в эту сторону надо прихватиться и так я немножко сильнее могу затянуть без фанатизма открутил я его не так принципе не очень сильно было затянуть поэтому я думаю таким образом смотрим что не повредился коллектор все порядке и я смог закрутить все теперь собираем собираем ставим вот эту крышку причем смотрите начало окна должно совпасть с началом окна здесь ну вот как то вот так все собственно это и все теперь мы можем ставить на место собирать уже в корпусе еще еще нужно поставить щетки обыкновенно вставляем в зацепление вставляем сюда в разъем прикручиваем винтами все просто дальше все стандартно просто потихонечку все собираем назад как есть ну и в таком виде уже вставляем корпус для того чтобы установить электродвигатель обратите внимание что есть вот эта резинка она ставится вот сюда потом когда крышку подбиваете и есть вот эта резинка которая ставится вот так и вот провод который нужно туда в самый низ продеть и вытащить поэтому будьте внимательны нужно туда установить электродвигатель плотно заходит туда в середину резинки потом и сверху ставите вот эту резинку ну и все и теперь устанавливаете осталась и попадаем ну собственно все теперь закручиваем винтами которые у нас тут остались и все и на этом собственно ремонт будет закончен поэтому не забывайте что необходимо соблюдать все в обратной последовательности я хотел обратить внимание на разницу между винтами здесь есть вот судя по всему нержавеющие винты да нержавейка они не как это определить смотрите магнит эти прилипают эти не прилипают так вот и из из нержавейки они идут на корпус внутри корпуса и они креста крестовые видите а вот эти под торг шестигранник так вот эти из нержавейки они идут сюда внутри корпуса видимо здесь в какой-то степени может пар попадать и потому что когда я взялся они были перепутаны друг с другом и непонятно было какой куда ставить но из нержавейки ставятся в середину теперь ставим на место значит это я прикрутил ставим на место крышку но не забываем что нужно управление плату управления подключить вот сюда вставим подсоединяем вот этот фиксатор вытаскиваем и вставляем и вставляем на место до упора здесь нужно найти место куда его вставить и вставить значит вставил и этот фиксатор вставляем на место и он тогда этот фиксатор его можно даже вытащить и уже после того как вы вставили на место вставить фиксатор и тогда он вставляем совместить нашли место и вставляем этот фиксатор на место вытаскиваем фиксатор сначала все таки будет лучше сначала его вставить неудобно снимать и ставим в обратной последовательности на камеру действительно неудобно снимать получается плату вставляете и уже потом гвоздик этот пластиковый назад и тогда плата фиксируется никуда не уходит все теперь ставим назад и уже можно будет попробовать во всяком случае попробовать как он будет работать звук все я установил теперь можно включить в розетку подсоединить электрическое управление подсоединить вот сюда включаем розетку и слушаем как работает и так прошу прощения я пытался его включить он не включается я крышку то просто поставил а провода то не подключил поэтому нужно как и было показано что нужно провод поставить на место поэтому вот этот провод сюда вставляем плотно до щелчка а вот этот провод аккуратно берем пинцет подлиннее и туда его вставляем можно без пинцета и вставляем до щелчка все теперь провода будут заходить вот сюда здесь нужно ну вот провода обязательно должны в разрез подойти потому что крышка будет их пережимать все теперь можно в розетку и попробовать что у нас получается все работает все нормально подписывайтесь на канал сейчас я корпус закручиваю и отдаю рабочий исправленный инструмент любимый пылесос клиенту подписывайтесь на канал всего доброго увидимся на канале